Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников Александр Карлович Бегров, русский живописец, маринист, акварелист, академик и почетный член Императорской Академии Художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, придерживался творчестве академических традиций, однако хорошо владел техникой масляных красок и акварели, я пользуюсь википедией. Родился в семье петербургского акварелиста и литографа Карла Иохима Бегрова, академика Императорской Академии Художеств. С 1853 по 1863 год учился в Санкт-Петербурге в Николаевском инженерном и морском инженерно-артиллерийском училище. Его раннее произведение написано под влиянием популярного французского мариниста Луи Изабе. Рисовал не только маслом, но и с удовольствием создавал акварельные произведения. В окончании училища в 1863 году в чине прапорщика корпуса инженер-механиков поступил на службу в Императорский Балтийский флот. Отправился в первое плавание на фрегате Ослябе, а затем на фрегате Александр Невский. При возвращении в 1868 году Александр Невский потерпел крушение у берегов Дании и затонул. Ставший свидетелем кораблекрушения и спавшийся с большей части остального экипажа, Бегров познакомился со своим будущим наставником, художником главного морского штаба, маринистом Алексеем Боголюбовым, которым было заказано две картины, изображавшие гиперфрегата. Чтобы их создать, пожилой художник черпал информацию из эскизов и рисунков Бегрова. В 1870 году знакомство с влиятельным художником помогло юноше в качестве вольного слушателя поступить в Императорскую академию художеств. Обучаясь в академии, посещал пейзажный класс Михаила Константиновича Клотта, заведовал чертежной мастерской в Адмиралтейске, был офицером фрегата Светлана, сопровождал великого князя Александра Александровича в кругосветном плавании в 1871-1872 годах. В 1874 году Бегров выходит в отставку, уезжает в Париж, где продолжает образование французского художника Леонора Бонна и Боголюбова, уехавшего во Францию в 1873 году. Во Франции Бегров знакомится с группой русских художников-передвижников, в том числе с Репиным, Савиц. В 1875 году у него умер отец и он возвращается в Россию, а уже в 1879 на фрегате Светлана совершает плавание вокруг Европы из Кронштадта в Грецию. После путешествий около двух лет живет и работает во Францию. Участвует в выставках Товарищества передвижных художественных выставок и в 1876 году становится полноправным членом Товарищества. Кстати, он назначается художником Морского министерства и остается в этой должности до конца жизни. В 1878 году его назначили. Экспонент всемирных выставки в Вене, Париже за картину «Витнивые стрелки Васильевского острова» с фондовой биржи. Удостоен в 1878 году высшей награды на всемирные выставки в Париже. В 1903 году у него умерла жена. Он снимал квартиру на Соборной улице с 1906. Безвыездно живет в Гатчине. Последние полтора года жизни из-за тяжелой болезни был вынужден оставить занятие живописью. В 1912 пожертвовал в Императорской академии художеств 63 900 рублей для помощи бедным художникам и вдовам, и сиропам. В 1914 году покончил с собой выстрелом в сердце измученной неизлечимой болезнью. Похоронен в ветеранской части Гатчинского городского кладбища, рядом с женой Люсией Бегровой. Вот так вкратце о художнике Александре Карловиче Бегрове. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok